Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. В начале марта самые важные в этом месяце планеты движутся по знакам водолея и рыб, а значит наступает время для новых идей и внедрения творческого подхода к решению многих вопросов. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака зодиака с 4 по 10 марта. Овны, возможно, получат подарок или приглашение на массовое мероприятие или праздник. Начало весны – отличное время, чтобы начать отношения с человеком, который вам давно симпатичен. Если раньше боялись получить отказ, сейчас прекрасный момент, чтобы действовать смело и решительно. Планеты в вашем гороскопе выстроены так, что все знакомства в этот период обещают крепкую дружбу или любовь в будущем. Цельцам чувство юмора и открытость к общению добавят популярности и расширят круг знакомых. Но будьте внимательны к поступающей информации, не идите на сомнительные сделки и не ввязывайтесь в рискованные проекты. Проявляйте дальновидность, но доверяйте скорее интуиции, чем логике. Близнецам астрологи советуют на этой неделе не торопить события. Какие бы усилия вы не прикладывали, ускорить их течение не удастся. Учитесь спокойно ждать, воспринимая независящие от вас заминки. А чтобы время бездействия не прошло понапрасну, собирайте информацию, общайтесь с нужными людьми и продумывайте дальнейшее поведение. Трудовая деятельность рака в первой половине недели окажется не слишком интенсивной, причем вовсе не во вашей вине. Непредвиденные обстоятельства коснутся всего трудового коллектива. Возможно, поломки технических устройств, отключение электричества в рабочих помещениях и сбои компьютерных программ. А во второй половине недели на ваше место станет претендовать кто-то из коллег. Будьте постоянно на чеку, трудитесь упорно, не делитесь ни с кем своими планами и поменьше говорите о личном, чтобы не давать поводов для сплетен. У львов на этой неделе дел будет много, а времени мало. Однако постарайтесь все успеть, везде побывать и никого не обделить вниманием. 5 марта количество накопившихся дел и нерешенных вопросов может серьезно утомить, но вы сможете вовремя провести перезагрузку. Чтобы снять усталость, астрологи советуют побыть в тишине и одиночестве, избегать шумных мест и суеты. Сложные рабочие вопросы к концу недели будут решены. В течение этого месяца девам следует избегать любого рода сплетен, интриг и авантюр. Оказавшись втянутыми в такого рода процессы, вы рискуете серьезно испортить свою репутацию и остаться виноватым в том, к чему имели самое поверхностное отношение. В остальном начало марта не принесет вам никаких проблем и будет довольно приятным и наполненным яркими эмоциями временем. А вот 8 марта к вам обратятся за советом или помощью. Не отказывайте, но трезво оценивайте свои знания и возможности, чтобы никого не подвести. С одной стороны, весам захочется бурной жизнью, суеты и приключений, а с другой – уединения и тишины. Такая дилемма не даст вам покоя в течение этой недели. Чтобы найти ответ, потребуется время. Лучше посоветоваться с теми, кто обычно помогает вам решить какие-то сложные вопросы. Например, с родителями, психологом или близкими друзьями. В этот период скорпионы будут очень придирчивы к своим близким, но далеко не все станут терпеть такое несправедливое отношение к себе. Возможны конфликты. Подумайте дважды, прежде чем предъявлять претензии. Впоследствии вы можете сильно пожалеть о своих словах, так что подобные разговоры лучше отложить. Зато в карьере и финансах вам повезет, так что сосредоточьтесь лучше на своих профессиональных задачах, а выяснение отношений отложите на потом. Миролюбивость стрельцов не гарантирует, что с 4 по 10 марта удастся избежать конфликтов и ссор. В какой-то момент вы почувствуете, что окружающие, причем как близкие, так и не имеющие к вам прямого отношения, настроены негативно, без видимых на то причин. Вам остается только набраться терпения и переждать этот период, потому что он продлится недолго. Эта неделя подарит вам несколько новых знакомств, очень приятных и перспективных. 6 марта – отличный день для выступления перед публикой. Вы получите признание как отличный работник или руководитель. Козерогам не стоит позволять окружающим решать что-либо за вас. Даже если выбор сделать будет очень трудно, звезды рекомендуют вам положиться на свой опыт и интуицию и не доверять мнению со стороны, на этот раз только ваши собственные решения будут единственными правильными. Для водолеев март будет ярким и положительным во всех отношениях. Сейчас самое время для того, чтобы отправиться в отпуск, в большое путешествие или хотя бы взять отгул на пару дней, чтобы отдохнуть и заняться тем, что приносит вам удовольствие. Если же у вас нет такой возможности, не расстраивайтесь, потому что месяц в любом случае принесет в вашу жизнь много радостных событий. 4 марта ждите встречу с влиятельным человеком, знакомство с которым будет полезным в будущем. А 9 марта вы найдете новую возможность увеличения своего заработка. Постарайтесь зацепиться за этот шанс. В этом месяце определенные события заставят рыб осознать, насколько глубоко вы находились в плену собственных иллюзий. Это может сильно ранить, так как представление о каком-то человеке или ситуации резко изменится с позитивных на негативные. Не расстраивайтесь и обязательно сделайте из сложившейся ситуации выводы на будущее. В конечном счете усвоенные уроки принесут вам щедрые плоды. К вам придет слава и популярность. Причем так неожиданно, что вы слегка растеряетесь. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!